МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В октябрьском райсуде Екатеринбурга прозвучал сенсационный приговор модному фотографу Дмитрию Лошагину, которого обвиняли в убийстве жены фотомодели Юлии Прокофьевой. Суд счел его вину недоказанной и отпустил на волю. Лошагин вышел на судное крыльцо, надышался свободой и заявил о том, что первым делом он пойдет в баню. Белорамщик из Карпинска на волю не выйдет никогда. Он после Нового года в пьяных ревностях прибежал в избу своей сожительницы, зарезал ее, а двухлетнего своего сынишку рубанул топором по шее и бросил малыша в тазик с бельем. На Тюменском тракте под Тугулымом у дамы за рулем Форда закружилась голова. Она вылечила на встречку и замолотила пять машин. В двух из них юные футболисты из Тюмени ехали на соревнования. Один из мальчишек попал в больницу. Накануне вечером в Екатеринбурге председатель местного избиркома Илья Захаров с супругой на такси возвращались из кино. По пути таксист попал в аварию. Пассажир наотрез отказался платить за проезд и угрожал уволить диспетчершу, подчеркивая в телефонном разговоре на повышенных тонах свое высокое чиновничье положение в ратуши. Другой пассажир после аварии на юго-западе города, пока водилы разруливали ситуацию, пересел из разбитого УАЗика в подбитый Паджеро и дал дёру. Завтра наши новости выйдут в эфир позже положенных 9,5 часов. В лучшем случае в 21.45.50. Или даже позже. В эфире ОТВ очередная трансляция хоккейного матча. И вообще, завтрашний выпуск наших новостей будет последним в уходящем 2014 году. Ну а теперь обо всём этом и многом другом в нашем программе подробнее детальное. В первую очередь, естественно, сенсационное судебное оправдание самого знаменитого икатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, обвиняемого в убийстве собственной жены фотомодели. Настоящей сенсацией стал сегодня приговор, вынесенный федеральным судьёй Октябрьского района Екатеринбурга Эдуардом Измайловым, 39-летнему фотографу Дмитрию Лошагину, обвинявшемуся в убийстве своей жены, 28-летней фотомодели Юлии Прокопьевой. После года предварительного и почти 4 месяцев судебного следствия Лошагин был признан невиновным. Этот приговор оказался удивительным ещё и потому, что все полтора года, прошедшие со дня задержания Лошагина, фотограф оставался под стражей. Ни одна попытка добиться его выхода под денежный залог или под подписку о невыезде его адвокатов за это время не удалось. А перед самым окончанием суда прокурор потребовал для Лошагина наказание в виде 13 лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима. И вот какой исход. Оправдательные переговоры в России – это редкость. Что случилось сегодня, позволяет верить в будущее российского правосудия. Широкой публике о истории фотографа и фотомодели заинтересовала все федеральные телеканалы и ряд иностранных изданий. О пропаже Юлии Прокопьевой стало известно в первые дни сентября прошлого года, когда её родной брат Михаил Рябов, потеряв сестру из вида и не сумев с ней связаться в течение 10 дней, подал заявление в полицию. А уже на следующий день Михаила и их с Юлией мать Светлану Рябову пригласили в судмедморг Первоуральска с целью опознания женщины, найденной в лесу грибниками. Несчастная была сильно обожжена и, возможно, подверглась сексуальному насилию. А причиной смерти, по словам экспертов, стал перелом шейных позвонков. В погибшей родственнике опознали Юлию Прокопьеву. В тот же день муж Юлии, Дмитрий, был вызван на допрос в Первоуральск и с тех пор оставался за решёткой. Подозрение на Лошагина пало по нескольким причинам. Во-первых, тот не предпринимал сколько-нибудь заметных действий по розыску жены. Во-вторых, вводил в заблуждение родных Юлии относительно местонахождения той, то успокаивая их, что жена уехала к подруге, то предполагая, что она за границей, то вообще заявив, что Юлия вернулась. Так, одна из таких попыток заключалась в том, что уже после убийства Лошагин отдал одну из автомашин Ауди, на которой ранее передвигалась потерпевшая в автосервис. После этого он встретился со своей знакомой и уехал с ней в кафе на её автомашине. До приезда обратно домой, согласно материалам дела, он попросил сотрудников автосервиса самим подогнать автомашину к его дому по улице Белинского. В итоге, когда Дмитрий Лошагин оказался возле своего дома, то сразу же позвонил своей тёще и сообщил, что её дочь якобы сама вернулась домой. Но подозрительней всего в поведении мужа было то, что он отказался сотрудничать со следствием, когда выяснилось, что его жена убита. Казалось бы, кто, если не Лошагин, должен был более всего быть заинтересован в установлении истины. Но нет, Дмитрий не стал помогать сыщикам и не попытался отвести подозрения от себя. В ходе следствия подозреваемому предлагалось пройти исследование при помощи полиграфа, так называемого детектора лжи. Однако мужчина проходить исследование отказался. Более того, на протяжении всего предварительного расследования, обвиняемый по сути самого происшествия, каких-либо пояснений органам следствия не представил, свою версию произошедшего так и не изложил. В ходе следствия, продолжавшегося почти год, сыщикам удалось установить, что убийство Прокопьевой, вероятнее всего, было совершено во время светского раута, проходившего вечером 22 августа 2013 года на 17 этаже дома номер 32 по улице Белинска в Екатеринбурге. Этот этаж, площадью порядка 450 квадратных метров, принадлежит Дмитрию Лошагину. Часть его занимает квартира, где Дмитрий жил с женой. Большая же часть отведена под фотостудию, именуемую Лошагин Лофтом. Здесь Дмитрий и Юля работали. Кстати, позировала Прокопьева редко. Основная работа была визажистом на фотосессиях, проводимых ее мужем. Здесь Лошагин устраивал знаменитые на весь город вечеринки. Круг гостей был довольно узок. В него входили деятели мира моды, шоу-биза, издатели и журналисты гламурного глянца, их супруги, как правило, бизнесмены. Попасть в число приглашенных означало признание тебя богемой за своего. 22 августа в Лофте проходила одна из таких вечеринок, посвященная презентации салона красоты друзей Лошагиных и выставка картин молодой авангардистской художницы, которую протежировал Дмитрий. Прием начинался в 6 часов, но Юля присоединилась к своему мужу, как хозяйке вечеринки только в 8, чем, по словам свидетелей, вызвало раздражение у Дмитрия. Но тот старался виду не подавать. На этих фото, сделанных фотографами портала «Геометрия», Дмитрий вручает букет своей жене, поздравляя ее с днем рождения. Дело в том, что накануне своего дня рождения Юля неожиданно улетела в Москву. То ли по работе, то ли к друзьям, и вернулась всего за день до вечеринки. Камеры наблюдения также не раз ловили Дмитрия и Юлю вместе с гостями и вдвоем, и внешний конфликт между ними не был заметен. Однако часть участников вечеринки позже в суде рассказывала, как Юля оскорбительно высказалась в адрес друзей семьи, когда Дмитрий сообщил, что в ближайшую субботу они устроят им подарочную фотосессию. А затем еще более грубо огрызнулась в сторону той самой молодой художницы, выставку которой устроил Лошагин, увидев, что Дмитрий также подарил ей букет. Развязка скрытого конфликта, как полагают следствия, наступила в конце вечеринки. Около 10 часов вечера Лошагин, Прокопьева и несколько гостей поднялись через техническое помещение 17 этажа указанного дома на крышу для обзора панорамы ночного города, где находились некоторое время. Спускаясь с крыши, проходя через техническое помещение в фотостудию, между Лошагином и его супругой, оставшимися наедине, на почве личной неприязни произошла внезапная ссора, возникшая на фоне проблемной личной жизни супругов. В ходе этой ссоры Лошагин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на потерпевшую, нанес ей обутыми ногами множественные удары по ее ногам, после чего схватил женщину руками за голову и с силой, повернув голову, причинил ей механическую травму шеи. В результате этого пострадавшая скончалась на месте происшествия. Примечательно, что ни в ходе суда, ни в ходе предварительного расследования следствие не смогло предоставить ни единого доказательства этой своей версии, ни одного показания очевидца, ни одной прямой улики. Такими уликами могли бы стать вот этот винный бокал без ножки, найденный на месте предполагаемого убийства, и вот этот клочок черной ткани, который мог быть вырван из рубахи Дмитрия и его женой в ходе сопротивления. Но ткань оказалась не от рубашки Лошагина, а на бокале не нашлось отпечатков пальцев ни Дмитрия, ни его жены. Все доказательство вины подсудимого следствием было построено на причастности Лошагина к избавлению от тела убитой. Вот на этих кадрах видно, как на следующий после предполагаемого убийства день Лошагин выходит из своей квартиры на переходную лоджию, а позже возвращается с лестничной клетки с пластиковым контейнером в руках. А вот на этих съемках в 4 часа дня Лошагин выезжает из подземного гаража на своей машине черной Ауди ТТ. Желая связать эти два факта, сыщики предположили, что контейнер этот Лошагину был нужен для того, чтобы сложить в него тело фотомодели, а затем в багажнике машины вывезти его за город. Для этого даже были проведены два следственных эксперимента. Один на предмет того, влезет ли манекен того же роста, что погибшая, в ящик, напоминающий тот, что видели в руках Лошагина, а другой, влезет ли подобный ящик в багажник Ауди. То и то влезло. К сожалению, реальный контейнер, в котором, по версии следствия, убийца вывез тело фотомодели, найден так и не был. Пожалуй, самым сильным аргументом следствия против Лошагина стали данные биллинга оператора сотовой связи «Мегафон», согласно которым телефон Лошагина, iPhone 5, дважды оказывался в зоне действия базовых станций, расположенных вблизи места, где было найдено тело фотомодели. Это место – лесной массив вблизи Старомосковского тракта, в 13 километрах от Первоуральска и в 22 от Екатеринбурга. Телефон Лошагина дважды обменивался сигналами с антеннами сотовой связи, обслуживающими этот участок местности. 23 и 24 августа прошлого года, то есть на следующий после исчезновения Юлии Прокопьевой, день и в день, когда её тело было найдено грибниками. Однако специфика расчёта местонахождения телефона, основанная на силе радиосигнала относительно двух антенн базовых станций, позволяет указать лишь сектор местности, протяжённость которого за городом может составить несколько километров. Объясняя выдвинутые против него обвинения, Лошагин заявил суду, что он действительно дважды появлялся в этом районе, только не на Старом Московском, а на Новом Московском тракте, в кемпинге, где, по его мнению, могла находиться Юлия. Да, это оправдание выглядело несколько притянутым за уши, поскольку ранее Лошагин утверждал, что многодневное отсутствие жены без каких-либо объяснений было для него делом привычным, а потому и в августе прошлого года он не стал поднимать тревогу, ожидая, что та сама вернётся домой. «Нагуляется и вернётся», – успокаивал он свою тёщу, требовавшую от зятю обратиться в полицию. А если так, то зачем уже на следующий день он поехал за город разыскивать жену? Но, повторимся, в логику объяснения, почему телефон попадал в зону действия базовых станций в посёлке Северка, это объяснение укладывается. Ещё одной неочевидной уликой стало обнаружение частиц битума на кроссовках Лошагина. На месте, где были найдены останки фотомодели, в лесу, когда-то был выброшен строительный мусор, в том числе и листы бывшего употребления рубероида. А что такое рубероид? Кровельный материал, состоящий из картона, битумной смолы и минерального песка. На обуви частицы почвы с места преступления – классическая улика. Но вот беда. Эксперты не смогли определить ни давности появления битума на кроссовках Лошагина, ни особенности его химического состава, которые роднили бы его с тем рубероидом из леса. А просто битум на обуви летом есть у каждого живущего в городе человека, поскольку и асфальт в основном состоит из него же. Таким образом, в суде не прозвучало ни одной прямой улики причастности Лошагина к смерти своей жены. Хотя косвенных улик было, повторимся, немало. И главное из них – это уничтожение Лошагиным записей с камер наблюдения, установленных в его квартире и мастерской. Объяснение этому поступку так и не последовало. А те фрагменты удаленных записей, которым сыщикам удалось восстановить, свидетельствовали не в пользу подсудимого. Так на записи, сделанные 22 августа, есть уход из лофта всех гостей вечеринки. Гостей, организаторов, артистов, официантов, иных, обслуживающих людей, в том числе грузчиков, забиравших оборудование и посуду. Нет выхода только Лошагина и Прокопьевой. Лошагин, по его утверждению, лег спать, а его жена якобы ушла догуливать с гостями. Но гости есть, а хозяйки нет. Указанные видеозаписи подтверждают доводы следствия о том, что сама Юлия Прокопьева больше из лофта не выходила. Эти данные следствия идут в противовес пояснениям Дмитрия Лошагина, которые он высказывал близким и родным пропавшей без вести Юлии Прокопьевой. В частности, что якобы она могла куда-то уехать с одной из своих подруг. Еще одной уликой, но сыгравшей уже в пользу самого Лошагина, стало заключение судмедэкспертов, исследовавших тело убитой и пришедших к выводу, что фотомодель незадолго до смерти имела интимную близость. Это могло быть изнасилование, мог быть добровольный половой акт, мог быть даже так называемый хендмейт. Так или иначе, это должно было иметь прямое отношение к гибели женщины, но, упомянув об этом в обвинительном заключении, следствие не дало ему никакого объяснения или хотя бы предположения, что, думается, также сыграло не последнюю роль в решении судьи. Судьи, и это давно замеченный факт, на дух не переносят некомпетентности участников процесса. И неважно, какая сторона защиты это или обвинение. Если защита, нанимай хорошего адвоката. Если обвинение, ну, вас и так 6 лет этому учили. Поэтому уже для кого, для кого, а для следствия сегодняшнее оправдание подсудимого неожиданным не должно было стать. Напомним, сегодня судья Эдуард Измайлов огласил свое решение, признав Дмитрия Лошагина невиновным в убийстве жены. Этот процесс, как говорят в шоу-бизнесе, имел беспрецедентную прессу. Такого количества пишущих и снимающих журналистов не видел ранее не только Октябрьский, но и любой другой из уральских судов. Хотя бывали у нас процессы и погромче, и злодеи поужаснее, и погибших побольше. Но именно дело Лошагина больше года держало внимание огромного числа наших зрителей. Даже вынесение приговора и то растянулось на полтора месяца в связи с появлением новых аргументов у защиты. Станет ли сегодняшний сенсационный приговор точкой в этом деле? Конечно, нет. Наверняка прокуратура будет добиваться его отмены, а если даже и не добьется, то следователям придется возобновить уголовное дело по факту убийства фотомодели. Ведь виновник смерти Юлии Прокопьевой так и не был назван. Стоит отметить, что среди друзей Лошагина тех, кто верил в его оправдание, оказалось больше, чем тех, кто отвернулся от него. И первый из этих друзей, конечно, мать Дмитрия. Что касается матери погибшей, Светланы Рябовой, ей сегодня не позавидуешь. Она искренне верит в виновность зятя в смерти дочери и, похоже, не сомневалась в обвинительном характере готовящегося приговора. Она и ее сын Михаил давно забрали себе обе машины Лошагиных, Юлия и Дмитрия, две Ауди ТТ. Выдвинули к бывшему зятю иск на 50 миллионов рублей. Именно столько стоит тот самый лофт, в котором расположена и квартира, и фотомастерская Дмитрия. В иске Рябовых суд отказал, и это естественно, если Лошагин не признан убийцей. Как с него можно требовать компенсацию. Как в дальнейшем сложится судьба Лошагина, можно только гадать. Свою профессию, своих клиентов за эти полтора года он вряд ли потерял. Другое дело, что следствие от него не отступится, и поэтому исключать возможность его переезда куда-нибудь за рубеж также нельзя. Ну а пока Лошагин радуется самому элементарному. Ребят, я либо не видел его полтора года. Витрич, что было за первым, когда ты делал сюда? В плане поеду. На 278-м километре Тюменского тракта в окрестностях Тугулыма в 6 часов вечера, то есть в кромешной тьме, закружившаяся женская голова стала первопричиной замеса с участием 6 юных футболистов и 5 машин. Среди спортсменов есть потери. Декорация такая. Сибирский тракт, темно. Со стороны Тюмени в стольный бург катится маленькая красненькая мелколитражка Ford Fiesta, пилотируемая 54-летней дамой. По ее словам, под Тугулымом у нее внезапно закружилась голова, и только она затеяла тормознуться на обочине, как почувствовала удар в лоб. Потому что Fiesta выкатилась на чужую и водительской стороной влетела в первую встречную Toyota. И после этого неуправляемые подбитые болиды стали собирать на трассе все, что попадалось под руку. Fiesta замолотила встречный Citroen, а Toyota на встречке замяла бездорожный Audi Q7 и Lado, в которых из Тюмени в Каменск-Уральске на соревнования по футболу ехали 6 пацанов. Возраст каждого не указан, но один пострадавший был 9-летним. То есть можно полагать, что это была команда юных футболистов 2005 года рождения. И еще можно предположить, что если в замесе в двух машинах поучаствовали 6 ребят, то значит где-то неподалеку в других тачках ехали еще как минимум 5 юных футболистов. Ну или значит они ехали на состязания по мини-футболу. Все пацаны сидели в детских устройствах, кто в креслах, кто в бустерах. Все были обременены, но тем не менее один 9-летний пацан пострадал здоровьем. Причем сидел он в самой здоровой машине возле задних правых дверей. На 278-м километре автодороги Екатеринбург-Кюмень пришло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. В данном дорожно-транспортном происшествии получил травму несовершеннолетний пассажир автомашины Ауди Ку-7, который находился в бустере на заднем пассажирской вселенной данной автомашины. Причиной ДТП явилось и соблюдение требований ПДД со стороны водителя автомашины Форт, который нарушил правила расположения ТС на проезжей части дороги, допустил столкновение со встречной автомашиной Тойоты. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Пустя пару минут в нашей программе целая серия автокатастроф. Например, на Серовском тракте страшно расхлестался об форум маленький грузовичок Исудзу, а глава Экатеринбургской городской избирательной комиссии вместе с женой, едучи из кино на такси, попал в ДТП. Случился небольшой скандал. Есть запись телефонного разговора на повышенных тонах. А еще в нашей программе пожизненный переговор кровожадному лесорубу. Молодую жену из ревности он просто зарезал ножом, хотя и много раз. Ну а вот своего двухлетнего сына он таки разрубил топором. Ну и многое другое в нашей программе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА П СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Только один раз в ходе следственного эксперимента у Карпинского топорного сына-убийцы, уголовника-пилорамщика и лесоруба Константина Копытина, дрогнул голос. Это когда он наклонился над тазиком, который бросил зарубленного топором малыша, сына своего родного, которому отроду не было и двух лет. В пьяных ревностях Копытин убил его вместе с молодой невенчанной супругой. У погибших имелись признаки насильственной смерти. В частности, согласно предварительным данным осмотра, у женщин обнаружены три ножевых ранения в области шеи и спины, а у ее сына одно ранение в области головы. Никогда больше в жизни пилорамщик не возьмет в руки топор. И к циркулярке он не подойдет. По приговору губернского суда остаток своей непутевой жизни лезщик женщин и рубщик младенцев просидит в колонии особого режима. Где-нибудь в черном дельфине или белом лебеде. Откуда приговоренных к пожизненным сракам не вывозят даже на лесоповал. Доподлинно неизвестно, какая черная кошка пробежала между сорокалетним лесопильщиком Копытиным и его женщиной. Молодой девицей, 26 лет от роду. Которая родила от уголовника, вора и рукоприкладчика сынишку. С двумя судимостями Копытину светила одна дорожка в лесорубы. Трудился он у частного коммерсанта на лесопилке. То есть профессионально владел и пилой, и топором. Но нервы у него были не к черту. Молодой жену он смертельно ревновал. И в конце концов зарезал после новогоднего застолья. Мать с сыном пролежали мертвыми в холодной избе на улице Малышева. Пока Карпинский мужик после Рождества не вспомнил о своей пачерице и малыше. Зашел в избу, а тут такое. Ребенок находился где-то здесь на кухне. Ребенок вот сюда прибежал. За сюда я выжал. И топором ударил. В какую часть? Покажите сюда. Подержите. Руку зафиксируйте. Так вот. Вот так. Ослепленный ревностью пьяный лесоруб, уголовник в ту ночь, на 2 января заявился с ножом и топором. Похоже, материнское сердце не почувствовало беды. Может потому, что было не до того. Молодая женщина после праздничного застолья замочила в тазике белье. Не подозревая о том, что оно очень скоро превратится в кровавую купель для ее сына. Вот здесь тазик стоял со стиркой. И я его сразу бросил в тазик. Следствие не уточняет, насколько обоснованной была ревность уголовника Кости Пилорамщика. Но от такой же тухи в теремочке за покосившимся забором от тоски и безнадеги не мудрено волчицей взбыть. Но глубоко копаться в делах Амурны, к тому же забрызганных кровью, сейчас нет особого резона. Когда полицейские нагрянули к протрезбевшему копытину, в избе его нашли пистолет и винтовку и 9 патронов. На кого собирался охотиться Пилорамщик непонятно. Но он в прошлом году умудрился переделать пневматические стволы в боевые. Винтарь получился нарезным, калибра 5,2. Пистолет вышел тоже нестандартным. Под патрон автоматической винтовки Риммингтон 6,8 мм. Впрочем, вряд ли изготовление и хранение оружия стало той последней каплей, что на весах Фемиды склонило смертные грехи до пожизненного воздаяния. Вчера вечером председатель Екатеринбургского горы сберкома Илья Захаров вместе со своей женой ехал на такси и попал в жесткий автозамес. Один из ключевых чиновников Екатеринбургской мэрии вечером после работы, находясь в штатском белье, с законной супругой сходил в кинотеатр «Салют», посмотрел фильму, заказал такси, через диспетчерскую службу везет и поехал домой. За рулем таксишки Деонекси находился южный гость. И ему было глубоко по боку «Илья это Захаров», «Не Илья это Захаров», короче, випостью клиента он явно не проникся. И на перекрестке Папанина-Юмашева вылетел под знак «Уступи дорогу», и таксишка влетела носом в корму Рено Логана. Удар был не смертельным, все были обременены, короче, жертв нет. Но повод для возмущения главы горы сберкома нашелся. Он, естественно, снова позвонил диспетчеру, рассказал об аварии и попросил еще одну машинку, надеясь, что его с женой доставят домой бесплатно, ибо авария случилась по вине таксиста. Но диспетчерша порадовала Илью Захарова. «Мы вас, говорит, доставим до конечного адреса за 120 рублей». «Стоимость заказа – 120 рублей». «Я не буду платить. За что? За то, что мы в аварию попали? И за вашего водителя я платить не буду? Ну, второму водителю вы должны заплатить». «Не, а за что? За то, что ваш водитель в аварию попал, я платить буду? Вы что? Я не буду ему платить». «Нет, предыдущему водителю, который попал в аварию, вы не должны платить?» «Не, ну, минуточку. Мы ехали, извините меня, от Салюта до Юмашева и до Репина стоят 600 рублей. А тут от Юмашева до Репина 120 рублей. Вы что, что, я не буду платить?» «Тому в Екатеринбурге, да и в любом другом городе России никто не сомневается, что для любого чиновника Екатеринбургской мэрии 120 рублей – это мелочь. Это копейки. Это 12 тысяч копеек. И, конечно, Илья Захаров мог себе позволить такую роскошь, но он зарубился. И вот кто здесь прав? Он платить не хочет, но и диспетчер такому клиенту машину послать не может». «Не будете называть фамилию начисто? Я имею право не называть свое имя, отчество». «Вы не имеете право не называть, потому что вы сотрудник компании, вы сейчас нас обслуживаете, и мы не можем дома заехать. Мы находимся, вот стоим, как дураки на улице. У меня жена стоит, я стою, это ваш водитель идиот. И вот мы уехать не можем, стоим только из-за того, что ваша компания не может нам предоставить услуги. Причем по вашей же вине. Он поехал на знак уступить дорогу и врезался в машину». «Я, к сожалению, больше ничем вам помочь не могу. Ну, зря, зря вы это делаете. Ладно, хорошо. В вашей компании больше не тяжемся, а вы, я думаю, скоро будете уволены. Ладно, до свидания». Вообще, надо сказать, что в этой условно-конфликтной ситуации Илья Захаров мог сэкономить для семейного бюджета 40 рублей. Дело в том, что по таксичным правилам водителю, который не выполнил заказ, то есть по своей вине не довез клиента до конечной точки, можно не платить. И виновнику ДТП Илья Захаров не заплатил. Но он, видимо, поначалу этого не понял и подумал, что с него пытаются снять двойной тариф. А так, по идее, если бы не стал зарубаться, угрожать диспетчерши увольнением, злиться, обижаться, то заплатил бы второму водителю 120 и доехал бы от кинотеатра до дома не за 160, а за 120 рублей. Но Илья Захаров обиделся и заплатил за поездку до дома другой таксофирме. Сколько заплатил, неизвестно. Из квартиры позвонил руководству Везета, то вошло в ситуацию и пообещало виновного таксиста наказать. Об увольнении диспетчерши речи не шло. И это нормально, потому что нельзя уволить диспетчера, не пославшего машинку клиенту, который заведомо платить не собирается. Накануне давно протаренной кривой дорожкой в тюремную камеру отправились два серовских пацана с большими кулаками, который на прошлой неделе ночью до полусмерти избили таксиста и отобрали у него 1750 рублей налички и мобилу. Утром 42-летний серовский кучер с перебинтованной головой вернулся к своей брошенной серой кобыле 14-й вазовской породы и рассказал, как все было. Эта исповедь на заданную тему нелегко далась Ивану. От рождения он был, конечно же, наречен иначе, но пусть на время наш герой будет Иваном. Таксист с трудом открывал рот и на мир, который после нападения на него мало чем изменился, смотрел в полглаза. Под утро Ивану поступил вызов из диспетчерской службы. Ночные клиенты пожелали добраться из окраинного микрорайона Новая Кула, когда-то это был поселок Углежогов, в город. Город в смысле Серов. Ивановы пассажиры, двое пьяных пацанов, по пути уточнили, что им нужно доехать до кольца, ведущего к сортировке. В Серове есть своя сортировка, так называется один из микрорайонов города. На кольце клиенты вдруг передумали. И кинули в сторону верхней солды, дескать, вези нас туда. Между прочим, от Серово до солды даже верхней, если двигаться по дороге 250 с гаком километров. Возле дома 58 с литерой А, на улице Февральской революции легковушка заглохла. Иван пока не откровенничал с полицейскими на этот счет, но, скорее всего, почуяв неладное, он сделал так, чтобы такси за город не уехало. Пьяные пацаны, сообразив, что никакой верхней солды им под утро не видать, набросились на него с кулаками. Один из них выхватил нож и оставил на шее таксиста кровавые порезы. Резчик, похоже, перепачкался в Ивановой крови и оставил бурые следы на капоте легковушки. Иван помнит, что он дотолкал свою заглохшую машину сюда, но не уверен, что это было до того, как его ударили по голове. В полицию позвонила жена таксиста. Я... Так ты или не ты? Ты сбежал, что не садился после него? Нет, он же почему? Он же потом его отгонял? Он же отгонял его. Пока Ивану в трампункте бинтовали ушибленную голову, его обидчики непостижимо как, но добрались до верхней солды. И там у приятеля пережидали, когда все уляжется, но не улеглось. Потому как пацаны наследили изрядно, а пальчики их уже давно были засвечены в полицейской картотеке. Старший рукоприкладчик, 26 лет от роду, по малолетке был судим за изнасилование, позже за разбой. И не зря он так рвался в верхнюю солду. Там его ожидал суд за избиение. Его 19-летний приятель был судим за кражи и грабежи, то есть по уважаемым в воровской среде статьям. За избиение и ограбление таксиста, то есть за вычетом телесных побоев, которые, похоже, не скоро сойдут с его лица. Суммарно он потерял добра на 5 тысяч. Теперь разбойникам светит на каждую арестантскую душу до 10 лет неволи. А пока в камере СИЗО они хлебают тюремную баланду. Сейчас на свободе, без работы и грабежей. Они бы и на такую миску с едой не заработали. Задержанные лица дали признательные показания по факту разбойного нападения. Отобраны явки с повинной. Данные лица арестованы. Вчера на Серовском тракте, на 242-м его километре, то есть между Нижним Тагилом и Екатеринбургом, случилось гибельное столкновение категории ЦЦ. В вечерней темноте, ничем от ночной не отличающейся, столкнулись два попутных грузовика. В половине девятого головным шел тягач белорусского производства с длинномерным полуприцепом. Сразу за ним японский Исудзу. И вот 29-летний водитель с 10-летним стажем от подавляющего большинства коллег-автомобилистов отличался тем, что за эти 10 лет правила дорожного движения, может быть, и нарушал когда-то, но ни единого разу его на этом гаишнике не ловили. И вот получается, что за первое же официальное нарушение ему грозит лишение прав на срок до трех лет, но уже после отсидки срока до пяти лет. По непонятной пока причине он вдруг разогнался так резко, что быстро съел дистанцию до кормы прицепа МАЗа и таранил ее. И без того плоская кабина японки от удара совсем расплющилась. При этом водитель как-то умудрился отделаться всего лишь ушибом лба. А вот его 27-летнему пассажиру везения уже не хватило. От полученных травм вскоре он скончался в Нижне-Тагильской больнице. Вчера в 12-м часу вечера на юго-западе Екатеринбурга случилось ДТП с участием двух бездорожников, украшенное угоном одного из них. И это прям что-то новое в деле автопроисшествий. Декорация такая. В 11.40 вечера на перекрестке Амонсона-Ванцовского стукнулись Митсубиси Паджеро Спорт и УАЗ Патриот. Удар был не сильный, люди не пострадали, и водилы вышли на темный перекресток осмотреть увечья своих ласточек. В тот момент, когда пилоты бродили возле Патриота, из него вышел пассажир, прикиньте, пересел в Паджерик и укатил, куда фары глядят. Гаишники объявили Митсубиси в розыск, угонщика, естественно, тоже. В этом беспримерном ДТП с угоном возможны как минимум два варианта. Либо патриотичные мужчины спицом устроили засаду для Паджеро с целью его угона, и тогда водитель и пассажир по-любому знакомы, и тогда водителя надо допросить с пристрастием и угонщика отыскать. Но это слишком просто. Не исключено, что пассажир запарил УАЗик на улице и попросил подбросить. А поскольку он очень спешил, постольку просто пересел в ближайшую машину и помчался дальше. Но в этом случае пилот патриота должен был знать конечный адрес, куда стремился его пассажир. Может, есть резон там поискать Паджерик? На сегодня ни бездорожник, ни угонщик не обнаружены, ну а в екатеринбургских криминальных аналах появилась такая диковина, как автозамес с угоном одного из участников. В Екатеринбурге в шестом часу вечера на Куйбышево 40, неподалеку от цирка, вспыхнул особнячок, когда-то давно принадлежавший купцу Рязанову, а в данный период времени облюбованный бомжами. Эпицентр огня притаился в западном фигеле. Особенно гореть в заброшенном домишке на прочлешенном мебели было нечему, но что-то явно горело, потому что дымило. А причину следственную связь из русской поговорки все знают. Судя вот по этому кадру, то есть судя по заливке полусгоревшего топчена, бомжик какой-то элемент интерьера в особняк все-таки привнесли. И помимо каменных стен в западном фигеле были какие-то и горючие предметы. И, казалось бы, версию о том, что матрас запалил пьяный бомж, уснувшись с сигаркой, можно считать стопроцентной, но и аборигены, и огнеборцы вот так в лобовую рубить не стали, оставляя шансы и другим гипотезам. Вы знаете, догадок вообще очень много, потому что у нас уже за полтора месяца второе возгорание. До этого таких не было. Ну, кто-то говорит, как бомжи. А, ну, понял. То есть не так. Да, ну, кто-то говорит, может, за счет того, что какие-то организации рядом тут хотели свой вход, для того, что, может, это специально делают. Потому что у нас здесь было все заколочено нашими личными силами, наши ТСЖ. Сейчас, потому что двери все разворотили снова. И вот за полтора месяца уже второй раз такой случай. Произошел пожар в заброшенном, отселенном доме, одноэтажном, размерами в плане 10 на 40 здания четвертой степени огнестойкости. Причина пожара на данный момент устанавливается. Погибших и пострадавших в ходе пожара нет. Если бы этот особняк не был памятником архитектуре, в центре миллионника, то говорить вообще было бы не о чем. Но это древнее историческое строение, и пожарные набросились на него в стиле «Аж крышу рвет». Ближайший стационарный источник жижи для ирригационных работ огнеборцы обнаружили на противоположной стороне Куйбышева. А эта улица, как известно, посередине украшена трамвайными рельсами. А особняк купца Рязанова вспыхнул в шестом часу вечера, то есть в самый час пик, когда трамвайное движение в центре миллионника останавливать никак нельзя. В общем, все это превратилось в единственную трудность для пожарных. Но, конечно, они все равно победили. Сложность заключалась в прокладке магистральной линии, потому что тянуть магистральную линию приходилось через трамвайные пути. Ввиду невозможности ее прокладки, подача воды осуществлялась подвозом. То есть одна цистерна уехала, другая подъехала. Оттушение пожара было задействовано три единицы техники. Две автоцистерны третьей пожарной части, одна автоцистерна 174 пожарной части. Младший сержант Алексей Теленин, переживший свой второй день рождения 25 сентября этого года, когда выпавшую из его рук боевую гранату своим телом накрыл его командир, Серик Султан Габеев, продолжил службу по контракту в той же войсковой части номер 3275. Об этом Алексей сам сообщил в телефонном разговоре с журналистами газеты «Косомольская правда». Уголовное дело, главным фигурантом которого является младший сержант, еще не закрыто. Однако это не помешало Теленину вернуться к своим сослуживцам, а тем с пониманием отнестись к произошедшему с контрактником. Напомним, 25 сентября в закрытом уральском городе Лесном войсковой части внутренних войск, занятой охраной комбината «Электрохимприбор», где снаряжаются стратегические боеприпасы, проходили учения по боевому гранатометанию. Новичков среди тренирующихся не было. Однако 40-летний командир части полковник Султан Габеев с каждым по отдельности проходил по окопу к огневому рубежу и следил за правильностью метания РГД-5. Сам Серик Газизович сначала в качестве разведчика, а затем командира мотострелков, прошел обе чеченские кампании, поэтому с полным правом звался боевым командиром. Когда при замахе у младшего сержанта Теленина граната с вырванной чекой выпала из рук за спину, у командира части оставалось 3-4 секунды на все. За это время он успел оттолкнуть контрактика в дальнюю часть окопа, а сам лечь на боеприпас. Бывший на полковнике бронежилет «Ворон» принял в себя большую часть осколков. Однако и младший сержант, и полковник получили часть металла. И если Алексея только оцарапало, то Серику Султан Габиеву пробило каску и череп, раздробило ногу, ампутировало глаз и два пальца руки. Тем не менее, герой остался жив, во многом благодаря таланту гражданских и военных медиков. А на свое 41-летие, оставаясь пока на больничной койке, он услышал указ президента России о награждении званием Героя России. Какой срок займет реабилитация Султана Габиева, пока неизвестно. Но главком внутренних войск уже обещал Серику Газисовичу возможность продолжить службу в штабе Уральского регионального командования и трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге. Возможно, все хорошо сложится и у младшего сержанта Теленина. По его признанию, это гранатометание было за его службу не первым и не вторым, а как минимум четвертым. И в предыдущие разы никаких происшествий с ним не было. Что произошло в этот раз, он так и не успел понять. И, возможно, никогда бы уже не понял, если бы рядом с ним не оказался бы настоящий русский, казахский, одним словом, российский офицер. Целять дальнейшее укрепление национального механизма, подеспечивая правила правила возможностей. Накануне в Москве в Большом Кремлевском зале губернатор Евгений Куйвершев обсудил с Путиным и членами Госсовета страны, а также Совета при Президенте по культуре и искусству основы государственной и культурной политики. Среди культурных приоритетов России – внутренний туризм. Президент привел в пример «Золотое кольцо». У ряда субъектов федерации уже накоплен хороший опыт. Есть и успешные межрегиональные программы. Достаточно упомянуть проект «Золотое кольцо», который объединяет сразу несколько областей, и несколько субъектов Российской Федерации. У нас есть свое «Самоцветное кольцо Урала» – проект, поддержанный на федеральном уровне, уточнил губернатор в комментариях после заседания культсовета. В год культуры на культуру горноуральчина в целом истратила 9 миллиардов. Для министра культуры Владимира Мединского мысли о деньгах и не только бюджетных, но и частных капиталах, как оказалось, совсем не инородная ведомственная материя. Я уверен, что нужно активнее привлекать частный капитал в культуру. Со следующего года мы приняли закон, который позволит Росимуществу сдавать руинированные федеральные здания-памятники, их сейчас в России более 6 тысяч, в аренду на 49 лет, так же, вот как говорил Андрей Юрьевич, поставки от 1 рубля, или даже продавать их. При этом я уверен, что окончательное оформление прав собственности должно происходить только после завершения восстановления реставрационных работ. Путин придерживается того же мнения «без денег культуре не выжить», тем более в грядущий год литературы, который, по мнению Владимира Владимировича, должен возродить у россиян интерес к книге. Вчера глава Свердловского областного правительства Денис Паслер, представительный и позитивный, как Дед Мороз при исполнении, известил общественность о том, что было и что будет, в полном соответствии с традициями новогодия. Вспомнил, то есть как бы проводил старый год, отметив его основные вехи и наши в нем достижения, ну и, конечно же, поделился планами на год наступающий. Начал традиционно с цифр и процентов, которые неподготовленного зрителя, глядишь, могут и усыпить, поэтому мы начнем с более ярких и легко усвояемых моментов. Например, мы по-прежнему среди флагманов по экономическим показателям. Область сохраняет свои лидирующие позиции в десятки по основным показателям, по обороту розничной торговли четвертая, по обороту оптовой торговли четвертая, по инвестициям и в десятки подгруженную продукцию мы на седьмое место занимаем в Российской Федерации. Также немаловажный факт, что области вернули статус региона донора, что также подчеркивает стабильность региональной экономики. И кушать нам будет подано, причем больше, чем годом раньше. Мы даже хамон свой выращивать научились и буренки наши по надоям второе место в стране отхватили. Мы, несмотря на все сложности, так или иначе, растем, может быть, не теми темпами, которые хотели, но, по сути, во всех наших отраслях мы плюсуем и в молоко, 5-5%, и мясо птицы, и зерно, и картофель почти 10%. Рост в агросекторе у нас. Областной премьер-министр много говорил и о том, как у нас сумели перевыполнить планы дорожного строительства, как по жилищному строительству мы вообще учинили исторический рекорд 2 миллиона квадратных метров, чего не было даже при советской власти в разгар бума, черемушек и хрущевок. Денис Паслер заверил также, что и на случай резкого ухудшения экономической ситуации шаги продуманы, и все социальные обязательства обязательно будут исполнены. Ну а чтобы быть ближе к народу и полегче для бюджета, первые лица области, начиная с губернатора, продолжают снижать собственную зарплату. Это один из моментов, когда мы обсуждали с точки зрения сокращения бюджета. Этого не было в 2014 году, но как набор мер, которые, в общем-то, были предложены губернатору, когда мы с ним обсуждали проект бюджет, это одна из тех строк, которая нашла, в общем-то, действие и конкретное решение в виде указа губернатора, когда уменьшили зарплату. Сегодня тема сохранения личных финансов не может оставить равнодушным никого. Кто-то меняет рубли на валюту, кто-то на дорогие иномарки или квадратные метры. Но что делать тем, кто пока не может потянуть покупку квартиры, а жилищный вопрос стоит уже остро. ПОКУПАТЬ СВОЙ ДОМ ПО ЧАСТЯМ Приобретая сегодня строительные материалы для вашего будущего дома, вы гарантированно сохраняете свои деньги от обесценивания и приближаете свою мечту. В отличие от квартиры, строиматериалы для дома можно купить как по отдельности стены, потолки, перемычки, полы, так и в комплекте коробки дома. И обойдется это в десятки раз дешевле квартиры. Поэтому, используя строительные материалы из качественного полистиролого бетона, затраты на строительство коробки дома составят всего от 2000 рублей за квадратный метр. Антикризисные цены на качественный полистирол-бетон в компании Пластблок. Зимнее хранение купленных стройматериалов бесплатно. Телефон в Екатеринбурге 268-0011, сайт в интернете plastblock.ru И да, Казахстан очень близко. Готовь сани летом. Эта мудрость, дошедшая к нам из глубины веков, применима в разных жизненных обстоятельствах, но только не при выборе саней. Потому что именно сейчас, осенью, в детских магазинах появляются новые коллекции этого любимого в России средства передвижения. Санки-салазки, финские сани, сани с ручкой-толкателем, снегокаты, снегомобили. Каких только разновидностей саней сегодня не встречишь в продаже. А как вам эти санки с варежками для мамы? В магазине My Baby, который стал еще больше, огромный выбор саней, колясок, кроваток, автокресел и ходунков от самых бюджетных до элитных моделей. А также детская мебель и домашние спорткомплексы, в том числе производство старейшей в России Можгинской фабрике детской мебели «Красная звезда». Магазин My Baby, Черняховского, 86-6, въезд с Екатеринбургской кольцевой автодороги. Пусть а очень незначительный промышленок времени, у нас в программе еще по-прежнему симпатичный прогноз погоды, хотя и симпатичен он только на ближайшие дни. Ну а также гуманитарная посылка в адрес Свердловского губернатора Единой России из полуосажденного Крыма. Ему прислали из Севастополя игрушки. 55 ОТВ Сегодня в Екатеринбург, а конкретно в Свердловскую общественную приемную председателя Единой России Дмитрия Медведева, из города-героя Севастополь пришла посылка с новогодними подарками жителям опорного края державы, сделанными руками севастопольских детей. В честь и вскрыть новогоднюю посылку удостоились два вице-спикера ЗАГСО, два лидера Свердловских единороссов Анатолий Сухов, руководитель общественной приемной, и Виктор Шептий, секретарь регионального отделения партии. В посылке отыскались игрушечный кораблик с надписью «Севастополь», игрушечный шар с маяком в недрах, севастопольский рождественский пряник и другие самодельные подарки, а еще книга о Севастополе, отпечатанная, очевидно, что не детьми. Известно, что 1 ноября в Севастополе губернатор города Сергей Миняйло и тамошняя общественная приемная Дмитрия Медведева организовали конкурс «Севастопольская новогодняя игрушка на каждой центральной елке региона России». И севастопольцев можно понять, они вернулись в родную русскую гавань, вернулись в семью и перед Новым годом и Рождеством всем членам своей большой семьи шлют подарки. Это нормально, это по-семейному. В конце концов, этот Новый год станет первым Новым годом, который Севастополь и весь Крым встретят в составе Великой России. Неизвестно, будет ли такая же массовая раздача севастопольских подарков на следующий Новый год. Например, Республика Тыва, Липецкая область и Красноярский край давно уже отказались от такой новогодней традиции. По крайней мере, мы, уральские горцы, от них давно уже не получали новогодние подарки. Но севастопольцы, они ведь как блудный сын из известной притчи Иисуса Христа. Они ко всем с душой, с подарками и все регионы России к ним с душой и готовы отдать лучшее. Вот неизвестно, кто сделал так, что летом разорились ведущие туристические фермы, а зимой резко упал рубль. Но все сложилось исключительно на пользу Крыму и Севастополю. И вся Россия не скрывает, что любит эти два вернувшиеся домой региона. А подарки от них повесят на самом видном месте, на самых главных елках. И в течение месяца они собирали эти игрушки, оценили, лучшие отправляют самые первые места, самые лучшие. Это столица нашей родины, Москву, Санкт-Петербург, Великий Устью, Деду Морозу и субъектам Российской Федерации. Вот мы сегодня получили вот то, что сделали дети в Севастополе. И они будут обязательно находиться на самом видном месте губернаторской елки, чтобы те, кто на елку приходит, дети, а это дети разные. Это же не только те, кто покупает билеты, но на этих елках будут и ребята из детских домов, из интернатов, будут дети, моряков с атомных подводных лодок Верхотуре и Екатеринбург. И это будет очень здорово, что все будут вот так наглядно видеть, что мы вместе, мы реально вместе. И напоследок о погоде. Все по-прежнему хорошо и симпатично, но вот и прогноз на новогоднюю ночь тоже по-прежнему суров и пугающий. Минус 25. За пять дней до нового года прогноз погоды. На Свердловщине все сильнее напоминает зимний. Пусть кое-где минус все еще не выбивается за пределы первого десятка, зато Ивдель в виде компенсации окажется аж в третьем. Так что в среднем средний Урал будет среднедекабрьским. А вот прогноз для Екатеринбурга удивительным образом напоминает октябрь, когда ночные морозы тоже доходили до минус 20. Ну а с понедельника для кого-то еще рабочего дня что-то типа ослабления стужи, но ненадолго, видимо. Синоптики все более четко видят будущее и даже сумели в нем разглядеть на какие отметки заползет Цельсий. Днем минус 19, непосредственно в новогоднюю полночь, все же минус 22. Кроме того, что наш Ивдель возглавит завтра рейдинг замороженности на Большом Урале, отметим редкое явление природы. Нечасто рекорд жары случается в Нижневартовске, да еще вдобавок ночью. И как не отметить семь семерок на одной карте. Судя по маленьким однозначным цифрам от Праги до Лондона, в Европе начинают догадываться о том, что на дворе зима. Это предельно четко понимают в Москве, которая 23 года назад последний день была столицей СССР. Ну а в столице Российской империи, где завтра минус 4, 189 лет назад декабристы устроили Николаю Первому свой подарок прямо в день восхождения его на трон. Ну и еще в Питере кто-то явно отметит 65-летие одного киногазконца. Возможно, даже он сам и явится на банкет. Я должен пойти, друзья мои. Вот и все, ребята, время нашей программы с счастьем прошло к концу. Маленькое объявление завтрашние суперновости 9,5 будут последними новостями, которые выйдут в эфир ОТВ в этом уходящем 2014 году. Новые будут, но уже только в 2015 году. И еще завтра в эфир ОТВ выйдем и с достаточно большим опозданием опять прямая хоккейная трансляция на ОТВ, поэтому ждите нас где-то так в эфире 21,45 21,50 и это в лучшем случае, а может быть и позже. Но все равно дождитесь, посмотрите. Пока. Редактор субтитров А.Семкин